Ну, про Жириновского уже все в курсе. Да, накануне официально объявили, что главный либерал-демократ страны больше не с нами. После тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память. Я, если честно, уверен, что случилось оно все-таки не вчера, а как-то вот очень вся эта история мутно выглядела. То умер, то не умер. Хоронили мы его в течение последнего месяца раз пять минимум. А. Он жив. Б. Он идет на поправку. Вот это очень важно. С. Пока он выздоравливает, надо вокруг него нам всем сплотиться. Но сказать хотел не об этом. Мне очень интересно, что будет с партией Владимира Вольфовича, поскольку, ну согласитесь, она всегда была партией одного человека. Вроде поставили там какого-то Слуцкого у руля пока. Ну кто такой Слуцкий? Кто его вообще знает и чем? Данный персонаж успел отличиться. А почему прощаться, по всей видимости, в ближайшее время будем не только с Жириновским, но и с его детищем. Кстати, как думаете, куда все бывшие ЛПДРовцы ломанут? В какую партию? В смысле? Пишите в комментариях. А мы начинаем. Возвращаемся к нашим баранам. Не знаю как вы, а я уже сбился со счета в отношении беглых пропагандистов. Еще одна встала на ногу. Екатерина Стриженова, даму-завод, о своем отъезде телеведущая сообщила в телеграм-канале и даже дала разъяснение, что послужило причиной такого решения. Цитирую. Когда телефон краснеет от проклятий, доброе слово становится особенно ценным, написала госпожа Стриженова. Привет из Еревана. Сегодня плюс 20. Тепло во всех смыслах. На улицах подходят люди. Говорят, добро пожаловать в Армению. Ну, конечно, подходят. Конечно, желают добра. Мадам ведь не их обманывала долгие годы. С экрана телевизора за их же деньги, к слову, она занималась оболваниванием россиян. В эфире программы «Время покажет» и «Время вот показало, что все, пора и честь знать». Как только на родине запахло жареным, тетенька всем нам сделала ручкой. Впрочем, как и многие ее коллеги по цеху, по-моему, уже никто даже не удивляется. И вы нам предложили покаяться. Вы предложили разъединить эти понятия. Вы сказали, что от голода страдали только на Украине. Поэтому этот разговор сейчас и состоялся. И мы видим, как вы постоянно это делаете, подкривляете. Такая политика, за что еще мы должны покаяться после рекламы. Еще пару слов о бывшей российской телеведущей, девичья фамилия Токмань. Отец был секретарем Харьковского обкома комсомола по пропаганде, являлся членом ЦК в ЛКСМ. Мать-филолог по образованию после смерти мужа преподавала русский язык, как иностранный. Видимо, там же, в Украине. Затем перебралась в Россию, трудилась в администрации президента. Друзья, у нас потомственная пропагандистка, которая в итоге предала и малую родину, и нашу страну. Вот все они такие. А вы им верите. Ну хорошо, не вы, а ваши родные и близкие, сидя у зомбоящиков, ждем следующего туриста. Это реальная журналистика. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Немного полезной информации. Возможно ли общение без цензуры и слежки? Да. Удобный мессенджер Утопия обеспечит всем необходимым. Утопия P2P – это мэш-мессенджер, основанный на пиринговой технологии третьего поколения. Регистрация и использование Утопия полностью анонимна. Не нужно вводить номер телефона или имейл-адрес. Мессенджер не регулируется третьими лицами. А для его функционирования не задействованы центральные серверы. Забудьте о большом брате. Здесь никто не осуществляет контроль за перепиской или онлайн действиями пользователей. Неизвестно их местоположение и IP-адреса. Несмотря на то, что Утопия не карманное приложение, оно легко обеспечивает пользователей всеми функциями для отправки личных или групповых сообщений, как текстовых, так и голосовых. Для всех тех, кто ценит конфиденциальность данных при работе, есть удобная функция создания общих чатов, где можно обсуждать проекты. Их реализацию и успехи, при этом не опасаться утечки информации. Кроме того, экосистема не ограничивается только мгновенным мессенджером. Утопия это целая децентрализованная сеть со встроенными инструментами для передачи данных, поиска информации, создания веб-сайтов и многого другого, предназначенного для удобства и вашей безопасности. Позаботьтесь о надежном способе общения, скачивайте и пользуйтесь Утопией на компьютере уже сейчас. Ссылка в описании. Кстати, в продолжении темы, многие сетуют, что не умеют пользоваться VPN, особенно женщины. Не все на короткой ноге с модным программным обеспечением, да и деньги лишние есть не у каждого. Люди ищут альтернативные способы, как все-таки научиться обходить блокировки. Имеется в виду, как можно продолжить пользоваться любимыми соцсетями, что попали под удар со стороны Роскомнадзора. Желательно с минимальными затратами рассказываю. Случайно сделал данное открытие веб-камера, помогла которой пользуюсь на стримах. Кстати, камера Microsoft рекомендована для Windows. Выше 8, 8, 10, 11, но практика показала, что конфликтует она с виндой. Поставил старую добрую восьмерку и вы не поверите, камера чувствует себя прекрасно. А еще и блокировки оказывается той семерки не страшны. Она же больше не поддерживает с разработчиками. Обновления не приходят, а почему я спокойно гуляю по любым заблокированным сайтам. Вот, пожалуйста, захожу на Facebook, размещаю там свои видеоролики, какие-то посты. Читаю ваши сообщения, отвечаю на них. Никаких дополнительных приблуд. Повторюсь, на моем компьютере не установлено. Проблему помог решить старый добрый Windows 7. Так что дерзайте. А у нас тем временем новые санкции. Буквально вчера подвезли из Штатов. На этот раз ограничения коснулись, ну как обычно, инвестиций в российскую экономику, а также сотрудничество с банками. Под полную блокировку попали Сбир и Альфа. Замораживаются все их активы, затрагивающие финансовую систему США. Американцам запрещено вести дела с этими организациями. Таким образом, Штаты суммарно полностью заблокировали более двух третей российского банковского сектора. И мы вылетаем из двадцатки крупнейших экономик мира. Что касается персональных санкций, то они вводятся против дочерей Путина. Супруги и дочери Лаврова. В список также попали премьер Мишустин. Экс-президент Медведев. Мэр Москвы Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Беглов, министр финансов Силуанов. Пост предпрезидента на Дальнем Востоке Труднев. А еще бывший глава МВД Нургалеев и руководитель федеральной таможенной службы Булавин. Впрочем, мне показалось, что ребята из ближайшего окружения Владимира Владимировича особо не парятся по этому поводу. Вы знаете, наказать нас никто не может. Руки короткие. Но завидовать могут. Ладно, бог с ними. Давненько мы в процветающую Россию не заглядывали. Давайте хоть посмотрим, как живет наш глубинный народ. Слушайте, когда мне на днях начали присылать такие вот снимки, флешмоб объявил из разных городов, между прочим. Меня прям такая гордость обуяла. Предлагаю вместе погордиться. А вот это вообще прям переводится. Перед эфиром прилетела к нам в телегу. Зритель даже название данному шедевру дал «Цветущий Новосибирск». Вашему вниманию я думал, я видел все. Не-е-е. Кстати, вот это вот видео надо в кинотеатрах, наверное, сейчас крутить. Ведь там же нечего показывать. Короче, перекресток стекная и троллейный. Вот у нас светофора. Давай-давай. Вот она яма, короче. Ой-ой-ой. Все, вот она. Ну это жесть. Это просто жесть. Ну и чтобы не на грустной ноте, еще одна новость. И тоже из Новосибирска. Новосиб нынче жжет. Имущество оборонного завода «Банкрота» там продали за 212 миллионов рублей. Даже не миллиардов. Что в 4 раза ниже начальной цены. Речь идет о 15-м. Центральном авторемонтном заводе, который занимается модернизацией, переоборудованием и полным восстановлением автомобилей, двигателей, узлов и агрегатов, деталей для КАМАЗов, Уралов, КРАЗов, ЗИЛов, ГАЗов, УАЗов. Завод основан в 1929 году. Входил в орбиту Министерства обороны России. Ну что я могу сказать? Прикольно. За 212 миллионов такой завод продали. По сегодняшнему курсу, ну это цена элитной квартиры в Москве. Браво! Какие там 90-е? Ладно, все переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Проверяйте подписку. Слетает. В соцсетях жду. Например, в Телеграме. Ссылка будет в описании. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за 7 спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok